МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И очень важно, когда вы взаимодействуете с другим персонажем в этом сне, ну, или даже событием, или животным, или выходить на безличный уровень, помнить, что это я. Я. Я сознание, проявляясь таким образом тоже. Это я. Он ничем мне не чужден. Это я. Я. И тут возникает сразу такой, знаете, то есть, каким образом я? Я на уровне Атмана, но на уровне сна этот персонаж так же нереален, как и этот персонаж. Этот персонаж нереален так же, как и этот. Это всего лишь сон, но во сне и снится такое. И вы уже с уровня Атма, с уровня самоосознания, вспомнившего, кто вы. Понимаете, конфликт же всегда в чем? Я не позволю этому происходить именно так. Так же, только в этом же конфликте, больше же ни в чем конфликта нет. Я не позволю этому происходить так. Я не хочу, я не принимаю. Но когда вы вспоминаете, что это всего лишь сон, и что в нем нет результата, и что вы в самоосознании вспомнили, что я есть, я сплю здесь и вижу сон, то тогда у вас уже нету вот этого ослепления, я не позволю, потому что вы же видите, что это нереально, смысла в этом сне нет. Ну пожалуйста, это не то же сон. Ну случилось, вот этот ночной сон. Ну случилось, случилось. Да, конечно, вы некоторые ситуации так захватывают. Помните, когда вы просыпаетесь, вы некоторое время даже радуетесь. Все, оказывается, машина все на месте. Часто же снится, что угнали там или что-то там произошло. Все наше наше наше. Хорошо, что это был сон. Вот как хорошо. То есть еще некоторое время нужно отойти. И поэтому даже когда вы втянулись в ситуацию, вот этот анализ самоосознания, вы не сразу отойдете от этого. Даже когда вы вспомнили, кто вы, вам надо какое-то время... Ох, ох. Хорошо, что я вспомнил, что я во сне. Потому что я сплю, и это все сон. Но не сразу тоже отпускают. Потому что это игра. А как же единственный зритель, бог этого всего спектакля. И ангелы. Как же их не поразвлекать. Когда вы начнете видеть такую масштабную игру актера, и вот это забавление бога и ангелов, которые смотрят на вот эту всю игру. Драма. Драма. А этот сон – это драма. Потому что в нем есть смерть. В нем есть одиночество. В нем есть смысл. Поиск смысла. И в нем есть вот это несвобода. Чувство несвободы. Которую многие связывают с внешними ограничениями. Что надо убежать, уйти от внешних ограничений, и будет тебе свобода. Но внутренние вот эти вот ограничения убегают вместе и снова формируют несвободу. Поэтому, чтобы прийти к верному пониманию, сознание должно пережить очень много ложных опытов. И когда мы видим, что человек идет в заблуждение, ну, иногда даже очень важно дать ему позволить пережить это заблуждение, поскольку именно это будет его толкать в развитии собственного опыта. И понимаете, почему, вот говорят, учителя имеют великое терпение? Потому что человек может переживать 20 раз один и тот же негативный опыт и все равно не понимать. Все равно лететь, как мотылек на свет, на огонь. В этом терпение, что, и вот, допустим, на алкоголизм, как вот, сколько можно человеку падать в пропасть? Падать, падать. Как он, кажется, не понимает, что надо взять себя в руки, надо заняться собой, да? А вот в этом воплощении вот такая карма, такой опыт, такое длительное-длительное пребывание в неправе там, чтобы потом, а вот потом же рождается и не бьет, вообще не притрагивает. Уже с малолетства знает, что это не может. Откуда они знают? И понимаете, мы должны видеть с вами великий путь развития, что развитие предполагает разрушение живых. И, конечно, вот есть же пути, когда человек действительно подчиняется разрушению. Помните, Нил Дональд Уолш, «Беседа с Богом»? Он же до бомжа дошел, жил в палатке, ну, вот, кушал с помойки, а потом с ним случилось, можно сказать, тоже пробуждение, он вспомнил, там же шел «Голос», он записывал, и на этом фоне он пробудился, и затем пошло его возрождение, созидание. Конечно, он в стиле американского хэппи-энда заработал первый миллион долларов за книжки его для нашего издательства. Ну, это, конечно, вот в стиле американского, опять же, как и все вот эти тэхэринг, и это же основано на том, что потом вы уже обучаете зарабатывать большие деньги. Но, тем не менее, это, опять же, видите, а как еще мотивировать людей? Если им не покажешь миллион долларов в конце пути, если вы им покажете уединение в пещере, изобилие, то есть питание, значит, в ашрани, ну, вот, в очереди, и, ну, очень скромное проживание, да никто за вами и никто не пойдет. Даже не заинтересуется. Все учителя используют на первых этапах конфетки, обещания, может быть, да. В этом плане, в этом плане буддизм очень интересен. Буддисты же никого не притягивают за вами. Там люди приходят сами. Поэтому говорят, что буддизм это даже не религия, больше это философия жизни. И вот мы, понимаете, мы должны понимать, что этот мир полный обман. Потому что якобы он обещает счастье, а все заканчивается смертью. И жили они долго и счастливо, когда сказка заканчивается. Да, еще и умерли в одежде, да. Но это не для всех, да, сказок, а вот некоторые. И жили они долго и счастливо. И вот, знаете, есть кинематограф, да, если хэппи-энд. И хэппи-энд. И мы думаем, как будто бы этот хэппи-энд, все, это конец. Вот как продолжили же иронию судьбы или с легким паром вот вторую часть, да. Он же закончился неким таким многообещающим хэппи-эндом, что она приехала, что они встретились. И люди долгое время жили, что вот жизнь, да, вот сейчас. А сделали второе продолжение, а они-то разошлись потом. У них ничего не получилось. И она вернулась к своему иболиту. Но в какой-то степени они на самом деле вместо хэппи-энд отразили суровую реальность жизни, что вот эти мимолетные знакомства, вот это вот какое-то притяжение, а есть реальная жизнь, где и полит оказался и вот те отношения к груднике, ну, уже возникшие, да, как говорится. А это, ну, не всегда, но вот как бы в большей части это вот, ну, как курортный роман, да, что вот он, показали. Но они по этому сценарию пошли. Опять же, сценарий же пишется, чтобы развеять ожидания. И, понимаете, как вы думаете, бог сценарий пишет? По этому же принципу? Чтобы разрушить все ожидания. Да, и видите, мы переходим на уровень, как это жить из момента. Как это жить из момента? Вот он момент. Вот он запах. Вот карабан. Вот он течет. Не надо уходить туда, не надо уходить туда. Все придет и все уйдет. Вот жду момента. Через час живу моментом. Через два. И завтра. Ну, и как бы, да, все время живу моментом. Вот это вот и с легким, и гривен отношением ко всему, что встречается. Давайте жить так. Покажите мне, кто тут сказал, что ничего не ожидает от жизни? Сейчас проверим. Вот по этому принципу, даже если вы что-то сказали, отвечайте за свои слова. Отвечайте этой легкой непривязанностью и игривостью и, знаете, проникновением, что любая ваша ценность, она иллюзорна. Иллюзорна. Просто что значит проснуться? Не биться головой и говорить, как же я это люблю, как же мне это ценно, как же я не могу допустить, чтобы это все... А вот все-таки это непросто. Это непросто. А просыпаться в этом говорить «Сох!» Это же иллюзия. Сох! Это же сон! Как вы просыпаетесь утром, слезы вы можете чувствовать на лице? Ну, даже могут быть, да? И иногда даже может быть сердцебиение быть, руки вспотеть, там же ногами дрыг-дрыг-дрыг-дрыг. И... кто-то в поту просыпается. Да? То есть, настолько захватывает этот сон. Точно так же сознание, отождествившись с персонажем, оно может тоже так захвачено быть, как будто бы это со мной происходит. «Сох!» И... Ну, давайте играть, давайте просыпаться. Ну, по аналогии. Сох! Сох! Для этого у вас должна быть разгружена психогенетика. Во-первых, как глубоко сидят эти... все отождествления, и причины, и реакции, что психика, она не едина. и едино со всем нашим родом в данный момент. Мы просто являемся поверхностным проявлением в данный момент всего того, всей той каши, всего того набора, и это все отношено в нашей генетике. И... Ну, по сути, вот те, кто проходил психогенетику, придут быстрее. Ну, все придут, но придут быстрее к этой легкости и игривости, и распрощанию с крошкой, кто проходил. Кто не проходил, тоже придут. Тоже придут. Но вот эти вот тенденции мяч, кто проходил психогенетику, он может быстрее остановиться в этой тенденции. Потому что там нету ключ... Ну вот, там все уже гладко, там все решено, просто остается потом какое-то время еще привычка. Но эта привычка тоже потом уходит. Потому что у вас появляется новая привычка жить из момента, нести сейчас. Да? И как это классно просыпаться внутри своих отождественных созданий. Потому что папа передал все, что ему передавал и его мамой, и папой в поведенческом уровне. Генетически. Вот мы же говорили, вот я вспоминал, что однажды Артур в Риге, мой первый крупный учитель наставок, он же съездил в Алушту, или куда-то туда в молодости, отдохнул, там встретил женщину, они провели романтическую ночь и разъехались. И через 20 лет ему раздается звонок и говорит «Я твой сын». Мама умерла, что-то там было, и она только в случае смерти дала ему телефон вот этот твой один. Ну, это вот тоже житейская драма такая, да? Как? Не обращалась она к нему, как сама воспитывала, да? И вот через 20 лет появляется сын. Уже взрослый и самое интересное, что они встретились через 20 лет, а у них знаете, манера когда говорить, грунтом как-то делать, плюс шарпающая походка, плюс вообще вот походка во время одинаковая, один в один. Он же рос вообще отдельно, он его никогда не видел через 20 лет, а у них это все одинаковое. представляете, как сильна эта передача. Но видите, в психогенетику идти очень сложно. Это не означает, что страхи уйдут и что там вы одиночество чувствуете. Но вам легче будет выходить на эту легкость и игривость, потому что не будет этого бэкграунда и вот этих всяких каких-то там закорючек. Больше происходит экзистенциальный процесс, больше это уже упертость эго. Упертость эго. Просто верящее в то, что реальность. Но если вы умеете просыпаться еще там, в тех персонажах, постепенно понимаете, какой вот это подарок? Жить с момента с момента. Даже очень немногие выходят на этот уровень игры. Когда мы спим, когда мы конгруентны своему уровню, мы же там получаем тоже очень много наслаждений, опыта, интересов, реализации. Как будто эта жизнь течет. Это вот молодость. Это молодость, да? А вот такое, что это просто по-другому нельзя. Ну как это вот не взрослеть? Ты не можешь. Просто то уже неинтересно. И ты взрослеешь, и появляется новая жизнь. Она по-своему трудная. Но она другая. И в этой жизни, конечно, если раньше были удивления от достижения чего-то, то в этой жизни вот это вот тихое блаженство, которое реализуется на внешнем уровне пребыванием в моменте. Потому что когда вы просыпаетесь и самоосознаете, то огромную гамму переживаний вы испытываете не от внешних действий, а от бытия просто. Огромную гамму переживаний. Вы можете сидеть и пережить столько за десять минут. Обычный человек спящий, ему уже некуда видеть это все. Он приехал в Испании, идет другом и говорит «Я был в Италии». Представляешь, там, в Италии, Испания, уже проезжаем, уже все, она позади. А он про Италию рассказывает. Ну и также вот мы не успеваем, да, и на десять минут такая гамма переживаний происходит за счет пребывания столько всего в глаз в дите, «Я был Субтитры создавал DimaTorzok